Действительно, наш МИД в последнее время буксует. Видны ряд, если не сказать провалов, то неудач. Это и обмен недружественными шагами между Россией и Америкой, и не очень понятная ситуация с Европой, с вот этой ПРО, которую вроде обещали отменить, теперь опять возвращаются. Это неудачные какие-то переговоры на Украине, это тормозящиеся процессы с ОДКБ и так далее. Можно много перечислять, но это не какие-то мелкие детали, которые можно устранить тем, что заменить какого-то человека или сильно постучать кулаком по столу и что-то с этим сделать. В принципе, наша система Министерства иностранных дел, она работает неправильно. Для всех сейчас, и для дипломатов, и для людей, которые просто в России живут, все знают, что МИД это просто система, в которой устраивают пенсионеров. Вот отработал какой-то человек в администрации президента, или губернатором, или каким-то чиновником, его отправляют послом в какую-то нашу страну, там, дружественную или недружественную по всему миру. Таким образом, люди там сидят, отдыхают, ездят на машинах бесплатных, у них какой-то штат обслуги, получают министерскую зарплату и больше, собственно говоря, ничего не делают. Тогда как, например, у Америки посол в другой стране, это почти как генерал-губернатор, который направлен для того, чтобы осуществлять или явное, или скрытое управление тем государством, куда он направлен. То есть влиять, координировать деятельность НКО, координировать деятельность блогеров, координировать деятельность спецслужб и так далее. То есть это полноценный такой боевой тролль, что называется, который работает.